Доброе утро, Горлица! Время без двух минут шесть утра. Замолчала, слушаешь меня? Ты моя хорошая. Вот, отвечает. Как рано стало расцветать. Здорово. Доброе утро, мои хорошие. Доброе, тихое. Такое свеженькое утро. Полетело. Ну что, я собираюсь, у меня через полчаса... Ой, приедет Толик. За мной. На автобус. И потом на самолет. Ну что, полетаем, девочки? И мальчики. Полетаем, что делать? Ой, я думаю, свежо как. А трава вон белая. А, ну, с информацией, тут... Заморозок. Вот так, как начинает все цвести. Так, заморозки. Заморозки. Так, день начался очень интересно. Поехали, выехали из города. Вдруг водитель развернулся. Понесся назад. Приехали опять на автовокзал. Что-то ему дали, и он опять понесся. Видно, что-то забыл. Ну ладно, я поехала. Ценные указания даны. Жильцу, Витя. Будут ждать кота. Я вылила в миску целый литр молока. Надеюсь, что вернется. Ну, посмотрим. Так, ехать мне до аэропорта 3 часа. На улицу холодно. Окна запотевают. Еще и маски. Простояли в пробке. Ну, это потому, что делают дорогу, видите. От Евпатории до Черноморского. Видите, щебенки, горы. Все серьезно. Плохо видно море. Дверь вся заклеена. Ну вот, проехали мы Евпаторию. Едем вдоль моря. Ну, кто в Евпатории был, знает этот пляж. Когда к Евпатории подъезжаешь, едешь, едешь, едешь вдоль моря. Не знаю, что я привезу. Что с нарциссами этими будет. Но везу. Дороги ремонтируют, ремонтируют. Столбов наставили. Значит, в темноте свет горит. Ну вот, три часа в автобусе. Всю задницу отсидела. Я приехала в аэропорт. Мне вчера одна, не знаю даже, как назвать, написала в ватсапе. Эта чокнутая, ненормальная бабка опять лететь собралась. Ну и там, вроде того, что делать ей нехрена. Она во время пандемии летает, катается туда-сюда. Да. За год пандемии я полечу сегодня десятый раз. За год. А еще и назад поеду. И на поездах ездила, и на машинах. Да. И не сижу в доме, не прячусь. А я верю в судьбу. Кому утонуть, тот не повесится. Ну, не зарекаюсь, конечно. Может, и, не дай бог, и заболею. И можно и умереть. Понятно дело. Не знаю, я так всю жизнь живу. С парашютом прыгала. Три раза в авариях была, в автомобильных. И на мотоцикле гоняла. И что я только не вытворяла. Но дома сидеть и прятаться не буду. Не спрячешься. Люди заболевали, никуда не выходя из дома. И умирали. Ну уж, если суждено, значит, суждено. Так что, мои дорогие. Юбилейный десятый полет. За пандемию. Сейчас перекурю. А то прям уже сил никаких нет. Да пойду. Ну, мне еще полтора часа до вылета. Можно еще на солнышке постоять. Правда, ветер-то холодный. Ну, если утром ноль был. Чушь тут. Ну, а вы, кто хотите, полетели со мной. Вот мои пожитки. В Питере отдам половину сумки Саше. Там ей надо передать. Ей, Лене, батл там кое-чего. Ну и... Я налегке летаю. Ну, а это, кто еще не видел, внутри аэропорт. Вот такой вот зеленый. Ну, все. Я уже прошла регистрацию. Причем сразу и в Мурманск. Очень хорошо, когда летишь одной авиакомпанией. Сразу... Сразу регистрация и тут, и там. И все. Из Питера я полечу у окошка. А сейчас посередочке. Плохо. Я же люблю снимать, как самолет взлетает, как садится. Ну, ладно. Что делать? Так, ну, ладно. Пойду я на третий этаж. Хотя, чё торопиться. Творожные пончики. Но только что... Чуть-чуть вкус творога. Просто надо чё-то съесть. Вот он с улицы кажется такой большущий, прям большущий. А на самом деле внутри совсем и не такой большой. первый этаж. Вот это второй, где вон люди сидят. И третий, где, собственно говоря, отправление. Вот и всё. А это я. В новом шарфике вчера сделала. Дышишь, стекла запотевают в очках. Какой персонаж! Ай, какой персонаж пошёл! С аквояжем! Ботинки жёлтые, с синим! Ай, вообще! Дядька! Отрыв башки! Сегодня прям аэропорт такой живой. Прям люди, люди, много детей вот на посадку шло прям. Огромная толпа. А в прошлый раз я улетала. Пустой был. Да, ведь скоро сезон. Я вот не знаю, назад я поеду за какие деньги. Сейчас билет стоит 12 тысяч с лишним. А в мае он, наверное, будет стоить гораздо дороже. Ну всё, объявили посадку. Вот он. Вот он, голубчик. Россия. Всё. Там ещё, правда, очередь целая. Ну, короче говоря, сейчас пойду. Он что-то опять там всё ещё строит. Ну, пожелайте мне хорошего полёта. ха-ха-ха. Так, ну, мы тронулись пока назад. Вон, видите, какие частные самолёты. Маленькие. Ну что, мы побежали. Всё промыхает. Ну, господи, спаси, сохрани. Всё. Субтитры создавал DimaTorzok Ну, ладно. Лететь нам три часа с лишним. Очень хочется спать. Но я не могу спать в самолётах. нас будут кормить. Всё какое-то развлечение. Всё, что мне нельзя, кроме сыра. ха-ха-ха. 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 Ну, вот. А время ещё только час. Ещё лететь аж час пятьдесят минут. уже журнал посмотрела, почитала. Мальчишечка. Не знаю, сколько ему, лет десять, наверное. Всю дорогу играет в шахматы. Какой молодец. Боже мой, Не выгружкивайте безмозглые. Сидит ребёнок и играет в шахматы. И никто его не заставляет. Ну, тут, наверное, в первую очередь папа, папа, наверное, молодец. Идём мы на снижение. Сейчас посмотрим, какая там погода будет в Питере. Облачная, наверное, вон облака какие-то. 6 градусов. Как неприятно. Самолёт болтает. Я говорю, наверное, ветер сильный. Ужас. Как на коне. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Слушайте, правда, так чё-то садился самолёт, так его болтало, что у меня аж испарина на лбу. Ужасно было неприятно. Ну, ветер, да, ветерочек хороший. Ну, вот он, Питер. Вот я почему-то не воспринимаю Санкт-Петербург. Для меня слишком напыщено, что ли. Ну, ладно, Петербург, но уж Санкт. Не знаю, как-то во времена моей молодости его и у нас и не звали Ленинградом особенно. Звали Питер. Ты куда? В Питер. Я вот его как-то всю жизнь так и, собственно говоря, и зову. Хотя вроде бы красивое название Санкт-Петербург. Но мне почему-то не заходит. Сколько лет и всё никак. В пробке стоят, дети мои. Ехать, говорят, ещё минут 10. Слушайте, ветер-то холоднющий. Можно было и в пуховике лететь. Ничего бы не случилось плохого. Ой. Вот что-то самолёт-то так болтал. Что Крым, что Питер. Ветрище. Жду. Зашла вовнутрь. Ой, холодно. Руки окалели. А я с собой и перчатки не взяла. Ой, ну ворона, господи. Стою, вспоминаю. Ровно три года назад. В это время, в апреле. Мы летали с Алинкой. Ну, Костя, я и Алинка. В Москву к врачам, потом Мурманск к врачам. Вот её в этих инвалидных колясках сажали на самолёт. На руках мужики носили. Накатали девчонку, измучили. А толку никакого. Увидела парень с инвалидной коляске. Кого-то, видно, забирал. Прямо так горько стало. Костя звонил. Где я? Что я? Ой, ну ветер ледяной. Видимо, поэтому питерцам в Черноморске и нормально. Что у них, что тут ветер, что там ветер. Одинаково. Только в Крыму снега меньше. Да, тапки Сашины отдали на растерзание. У него же зубы меняются, конечно. В общем, девчонки, передумала я лететь в Мурманск. Я приехала в Питер. Всё. Вон уже еду с Данией с Сашей. А ну, что там делать в Мурманске? Холод собачачий. Хотя и тут холод собачачий. Я думала, они привезут Данта маленького. Смотреть на него. Они его не привезли. Жалуются. Всё грызёт. Диван съел. Угол. Новый. Что делать? Ребёнок растёт. Это, Дань, знаешь, что? Почему? А самое типа близкое, это что, получается, летош, да? Да. А получается, тут куда едем, да? Одни торговые центры. Господи. Макдональдс. Попили кофейку. Очередь километровая. Сегодня же суббота. Народ весь отдыхает. Так что я передумала. Лечу в Мурманск. А то уже и Костю напугала. Смеётся. А я, говорит, думала, ты что-то попутала. Ветрище просто ледяное. Поехали, мои ребятушки, домой. А я на Мурманск. Ну, ветрище в Питере. Страшно взлетать, честно говоря. Просто вообще невозможный ветер. Ледяной, сильный. Кто-то так болтал о самолётах. Ну вот. Опять аэропорт. Опять красота. Замануха. А чё-то хочется поесть. Ну, чё, я сегодня целый день практически не евши так. Чего-то. Пойти в пельмени, что ли. Вкусные тут пельмени. Ну, а так еда-то тут такая, что вообще мне совсем это нельзя. А немножко пельменчиков, может, и ничего. Всё-таки они варёные, не жареные. Да и вряд ли там прям мясо. Ладно, сейчас схожу, посмотрю. Время у меня ещё много. Приехали. Приехали. О, народом. Судя. Вот на это мы полетим. Ура! Я у иллюминатора сижу. О, я даже сегодня самолёт турецкий видела. Турецкие авиалинии. Больше никто не летает. Вот, кажется, вот досуха. Дороги сухие. А Саша с Даней, говорят, во дворах мокро. Грязь ещё не высохла. Ну, в общем. Ну, в Мурманске-то сейчас вообще, наверное. Сейчас приедем, посмотрим. Добрый день, дамы и господа. Наш экипаж приветствует вас. Ну, ладно, Питер. Пока. Я сейчас сгоняю в Мурманск. Дней на десять. И вернусь. Ты не скучай. Ладно? Пока. А я в Мурманск. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...